Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в Великую Субботу, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 28, стихи с 1 по 20. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. ПЕСНЯ 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 Глава 12. Исиас с вами есим во все дни, до скончания века. Аминь. Строки сегодняшнего евангельского чтения повествуют о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Евангелист Матфей начинает свой рассказ об этом событии сообщением о приходе Марии Магдалины и другой Марии ко гробу на рассвете первого дня недели, то есть воскресенья. По обычаю, во время траура, особенно в первые три дня, близкие и родные посещали гробницы. И если на Марию Магдалину евангелист указывает совершенно определенно, то кем же была другая Мария? Архиепископ Оверкий, Таушев пишет, «По древнему преданию церкви, изложенному в Синоксарии на день Пасхи, это была сама Божья Матерь». Почему же этого не сказано с такой определенностью? Как объясняет Синоксарий, что бы не показалось сомнительным из-за того, что свидетельство о таком величайшем событии присвоено Матери. Пресвятую Богородицу евангелисты, видимо, вообще не хотели упоминать, как свидетельницу истинности события воскресения Христова, потому что свидетельство Матери не могло быть принято с доверием сомневающимися. Именно Мария Магдалина и Божья Матерь были у Креста и присутствовали при положении Христа во групп. И теперь, получая награду за любовь, первыми узнали новость о воскресшем Господе и увидели Его. Когда же они подошли ко гробу, то сделалось великое землетрясение. И хотя землетрясения в Палестине были довольно частым явлением, евангелист указывает, что это землетрясение было особенным, потому что произошло не по естественной причине, а потому что ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Никакая стража, запоры и печати не в силах были противостоять Божьему посланнику. Его облик отражал сияние Божьей славы и указывал на величие, связанное с Бога явлением. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Произошедшее было настолько велико и ошеломляюще, и, конечно, женщин поразил страх, который всегда постигает людей в присутствии Бога. А потому ангел обратился к нему со следующими словами успокоения. «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите на место, где лежал Господь, и пойдите скорее. Скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите». Но не только ангела увидели женщины. «Перед ними вдруг предстал сам Христос и повелел возвестить ученикам о том, что они увидят Его в Галилее». Но необходимо также отметить, что в евангельском повествовании сегодняшнего дня радость и свидетельство о воскресении Христа удивительно соседствуют с неверием, клеветой и подкупом. Так, когда стражники, бывшие свидетелями чуда, рассказывали о том, что видели первосвященникам, то те, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали». «Сердца их пребывают в такой слепоте, что слова солдат ничего не меняют». Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Стража исповедует чудо, идет в город с поспешностью и сообщает главным священникам о том, что видела, совершение чего созерцало. И эти должны бы были раскаяться и искать воскресшего Иисуса, но они упорствуют во зле, и пожертвованные на храм деньги обращают на подкуп лжи, как и прежде дали тридцать серебряников Иуде предателю». Господь же, предваряя учеников в Галилее, заповедует, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Христос снимает с учеников прежние ограничения. Если раньше их деятельность должна была быть сосредоточена только на народе Израиля, то теперь арена их миссии – вся земля, все народы. Пала преграда, разделяющая богоизбранный народ и язычников, которые по определению были грешниками, осужденными на погибель. Само Евангелие начинается с того, что Великий Свет осиял Галилею, страну язычников. Теперь же именно отсюда ученики будут нести свет и веру всем находящимся во смертной тьме. Отныне главная задача учеников – научить всех людей соблюдать заповеди Божии. Конечно, апостолы могли прийти в смятение. Возможно ли одиннадцати ученикам стать теми, кто просветит весь мир светом Христовым? Но Господь утверждает их в вере, говоря, «И се, я с вами во все дни до скончания века». И это великая надежда, которую Господь дарует миру и ученикам. Мы же с вами, дорогие братья и сестры, тоже являемся учениками Христа. Господь посылает нас быть светом этому миру, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Таким образом, своим пришествием в этот мир Спаситель проводит черту между светом и тьмой, между добром и злом. И каждый человек, с радостью встречающий Пасху Христову, принадлежит свету. Свет Христов распространяется на всякое Божие творение и наполняет наши сердца радостью. И только этот свет укрепляет нашу веру и дает понимание того, что путь, по которому идут ученики Спасителя, это спасительный путь добра и правды. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах Спаси мя от всех гонящих мя Избави мя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok